Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Этим утром сегодня с нами экс-вице-мэр Риги Вадим Бараник, также руководитель общества 9 мая ЛВ. Доброе утро. Доброе утро. Ну, начнем, наверное, с актуальных новостей. Сегодняшнее утро, может быть, люди, которые не очень разбираются, сегодня состоится голосование за отставку мэра Риги Олега Бурова. Как бы люди не понимают, потому что через пару дней уже и Дума-то перестанет существовать, а голосование проходит, но мы понимаем, что это формальность, которая должна быть соблюдена. Ну, да, юридическая процедура. Если не состоялось голосование в первый раз из-за отсутствия инкорума, то по закону должно быть создано повторное заседание на ту же самую тему, то есть по отставке председателя Думы. Да, можно его считать формальным, но на самом деле здесь даже вопрос не в этом голосовании, а вопрос в том, скажем так, системном кризисе, который довело до этого голосования. То есть системный этот кризис, его породила даже не проблема в работе юридической Думы как таковой, потому что работа, она осуществлялась, и особенно, в принципе, она нормально осуществлялась тогда, когда я и мои коллеги, которые сейчас являются членами партии «Альтернатива», работали, принимали участие в решении, в обсуждении каких-то вопросов. Вот как только это все прекратилось, да, фактически работа с тех пор и прекратилась. И проблема возникла даже не в самой работе, повторюсь, а в амбициях отдельных людей, которые довели ситуацию до того, что, да, Рижская Дума сейчас распущена. Особенно, конечно, вопиющий факт, да, что председатель Рижской Думы фактически сам инициировал распуск Думы, да, якобы на основании того, что невозможно работать с коллегами и так далее, да. То есть, ну, здесь это фактически очень больше, даже не камень, это огромный, я не знаю, там, валун в свой огород, да, потому что председатель Рижской Думы, он в первую очередь политик, он должен договариваться с народом, он должен договариваться с коллегами в первую очередь, да, и неспособность договориться, ну, она в любом случае, по-моему, это первый случай вообще в Латвии, когда председатель сам Думы, не кто-то со стороны, а именно председатель самоуправления инициирует отставку всего самоуправления. Ну, не удавалось договориться на протяжении долгого времени, все время трясло Думу, и немало новостей, мы, в общем-то, главным ньюсмейкером, можно так сказать, была именно Рижская Дума в прошедшем году, ну, и в этом тоже, соответственно. Почему не удавалось договориться? Что было такой причиной явной? Или несколькими причинами? Потому что периодически удавалось договориться, потом что-то опять рушилось, потом опять договаривались, опять рушилось. Знаете, очень странно, могу только повторить, а амбиции, просто, возможно, какие-то нереализованные амбиции, причем не на партийном уровне, а скорее уже даже на личном уровне, потому что, несмотря на то, что, скажем, опять-таки, возвращаясь к мэру города, он неоднократно заявлял, что он не держится за это кресло, но фактически для того, чтобы остаться в этом кресле, он распускает всю Думу. То есть из этого, скажем так, это не только мэр, то есть другие люди, возможно, ставили свои амбиции выше, чем необходимость работать. Ситуация, которая была чуть больше года назад, когда, да, были два явно выраженных лидера, Нилушаков, Андрюса Америкс, они брали на себя основную массу вот этой вот, скажем так, работы по согласованию. Можно говорить о том, что эта система, она не очень хорошая, она не давала, скажем так, какой-то демократической составляющей во всем этом процессе, но, тем не менее, были какие-то результаты, то есть Дума, она принимала решения, которые шли именно на пользу рижан, да, как только два депутата Рижской Думы ушли в Европарламент, начались вот те процессы, которые, ну, можно сказать, кто-то попытался встать на их место, да, не имея, скажем, той харизмы, тех возможностей, того, я не знаю, того видения, может быть, да, это должно было в той ситуации меняться на коллективную работу, да, и это то, что мы предлагали, что сейчас нам нужно всем сплотиться именно как коллективу, да, тем не менее, ну, вот люди, которые там приходили на замену, они опять-таки начинали говорить, что да, вот мы сейчас за счет личных каких-то качеств попытаемся все это решить. В этой ситуации личные качества уже не работали. Единственный способ, повторюсь, была коллективная работа Рижской Думы, всей коалиции с внимательным выслушиванием мнений каждого, с возможностью какого-то принятия решений на основе, ну, я не знаю, там, всех мнений, а не только там, вот, как говорится, есть два мнения, мое и неправильное. Да, но, к сожалению, не получилось. Вы сказали, упомянули, что, может быть, это было не очень демократично, но было два лидера, которые все-таки держали. Это можно ли сказать, что сейчас вот на протяжении года мы наблюдаем вот этот путь к демократии опять-таки? Мы сейчас видим, что будут перевыборы, и появляется та же альтернатива, ну, новые какие-то политические силы, да, прогрессивные, тоже там присоединились, то есть, как бы, больше-больше-больше представителей. Ну, скажем так, любые выборы, они дают надежду на это, да, и, естественно, да, выборы – это возможность для избирателей еще раз оценить, тех, кого они хотят избрать, может быть, повторить свой выбор, может быть, выбрать кого-то нового, да, но и это большая нагрузка для политиков, потому что политики должны показать, что да, вот, и объяснить людям, почему та ситуация, которая была, она привела к такому результату, и что нужно изменить, и как они будут сами меняться, да, потому что ситуация в Реческой Думе, которой она была сейчас, она показывает, да, что нужно меняться, потому что нужно меняться, скажем, и стиль работы в позиции, да, и, ну, и, возможно, и оппозиции тоже, да, потому что сейчас ситуация такая, никто не может сказать по результатам выборов, кто будет позиции, кто оппозиции. Ну, а если примерно состав будет такой же, как те же люди смогут договориться уже на каких-то новых условиях? Как вы думаете, этот рестарт, он поможет как-то посмотреть по-другому, поменять свое поведение? Опять-таки повторюсь, то, с чем мы изначально выходили всегда, да, что в процессе решений должен, должна быть больше демократической составляющей. Если тот же состав Реческой Думы соберется, и мэр опять скажет, что или я, или никто, ну, тогда мы опять войдем сразу в какой-то системный кризис. Если разбирается коалиция, и там выслушиваются все мнения, все аргументации, то есть не просто на уровне «я хочу», и так должно быть, да, но опять-таки мы все прекрасно понимаем, что возможности реческого бюджета, они не такие большие, как хотелось бы всем, да, то есть первичные запросы со всех департаментов, со всех комитетов, они, как правило, очень серьезно превышают возможности бюджета, да, то есть здесь уже вопрос планирования, да, это мы делаем в первую очередь, это мы делаем второе, это мы делаем третье. То есть не может быть так, что, условно, у нас один департамент, как зачастую было, да, забирает все свои проекты, как запланировал, да, а оставшиеся переделивают между семьей и остальными, да, и, возможно, это и было то системной проблемой, которая привела к нынешнему кризису, да, потому что не секрет, что очень многие коллеги, ну, жаловались, что один департамент у нас, в общем-то, более привилегирован, чем все остальные. Несмотря на все сложности, все равно был составлен вот этот бюджет, который не смогли принять, это был еще один камень в огород Рижской думы, что, ну, вот, все-таки не могут прийти и проголосовать за бюджет. Что вы можете сказать про этот бюджет, будет ли он изменен, потому что сейчас придут администраторы, как им следует действовать? Вопрос по поводу администраторов, это только к администраторам, я за них точно не берусь судить, что касается принятия бюджета, но здесь очень просто, для того, чтобы принять бюджет города, его нужно сначала выставить на заседание думы. Здесь, опять-таки, у нас получается какая-то странная совершенно ситуация, мэр города говорит, что невозможно принять бюджет, поэтому лучше думу распустить, но при этом сам ни разу бюджет города на заседание думы не поставил. Там мотивируют тем, что я слышал, что его вроде как депутата не поддержит. Но для этого и существует, скажем так, вопрос согласования и так далее. Опять-таки, со стороны согласия звучали фразы, что мы поддерживаем бюджет, если не будет этого мэра. Понимаете, мы стояли на тот момент на краю пропасти, если брать тот созыв, и при этом обсуждали, скажем так, насколько точно кто-то тянул носок на этом краю пропасти, да, носок ноги. Ну, абсолютно, как бы, такая странная работа была. Опять-таки, призывали неоднократно коллеги, ситуация очень сложная, да, ну давайте хоть на этом соберемся, и хоть на этом, скажем так, мы покажем граждану, что мы можем работать, да. Нет, ну вот взяли вверх какие-то там личные качества. Одному не нравился мэр, второму не нравилось то, что бюджет будет принят без него на месте президиума, да, на месте председателя мэра. Но, к сожалению, из-за этого мы до такой ситуации дошли. Надевайте наушники, примем звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Мне кажется, что проблема-то самое главное в том, что у нас политики, а не хозяйственники, понимаете, что прекрасных, что прикоричневых. Вот я вам конкретный пример приведу. Это же вы, под вашим руководством происходит уборка территории, мне пришлось дойти до вашего офиса, чтобы была решена проблема. Вот я вам сейчас говорю еще одну конкретную проблему. Уже больше 10 лет территория Лотманского канала, принадлежащая Рижскому порту, возле дома 1, дробь 11. Упали плиты, утонули, вода уже подбирается, осталось метров 10 до фундамента дома. Писали заявление в исполнительную дирекцию еще при Бирксе, нет денег. Писали заявление Америксу, нет денег. Вода все прибывает, прибывает, скоро край дома, значит, дерево скоро упадет, которое уже к дереву подобралось, край дома сядет. Далее, опять же, та же территория Рижского порта, не бедная организация, 8 метров всей береговой линии принадлежит Рижскому порту. В течение, наверное, уже года она не убирается. Огромные кучи мусора, второй раз говорю, звоню на балкон, говорю, что уберите мусор, там не нужно много денег, ничего не убирается и не делается. Но это же вы этим руководите. Как же вы рассуждаете про бюджет, понимаете? Спасибо. Ну, скажем так, руководство портом, да, опять-таки, это уже ситуация государственная. Государство переняло порт под свое начало, да, но это не оправдание, это не оправдание. Здесь могу сказать единственное в оправдании себя, да, вот об этой конкретной ситуации я слышу. Первый раз, да, свяжусь с управляющим портом, то есть попрошу его просто еще раз ситуацию, связанную хотя бы с каналом, да, посмотреть еще раз, потому что то, что слушатель описал, конечно, этого не должно быть в принципе. Ну, вот так вот надеемся, что все-таки дойдет до того, до кого нужно, чтобы что-то изменилось. По этому поводу тоже вопрос. Вот несмотря на то, что у нас все говорят, что если там кто-то приезжает, не знаю, родственники, друзья из России, Белоруссии, еще из каких-то таких стран больших говорят, вот у вас там может мэр пройти по городу, депутаты вот ходят, там на велосипедах ездят по улицам, да, там можно встретить где-то как-то министров, что у нас очень, на фейсбуке можно написать, да, тебе могут ответить, но при этом вот есть какие-то моменты, о которых говорят, 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 и которые никак не меняются, не знаю, те же там сигареты на центральном рынке, про которые знали все, говорили все, но пока вот там I like the испанемец не провел вот этот вот свой эксперимент и это все не показали вот так вот, почему-то ничего не делалось, хотя все об этом знали. Как достучаться людям и сообщить, и чтобы обратили внимание на их конкретные проблемы? Ну, способ достучаться, он тот же самый, как вы правильно сказали, я бы не сказал, что ситуация абсолютно плохая, да, то есть достучаться разными способами, да, то есть объективно службы, городские службы, коммунальные, некоммунальные, они вот моментально о проблеме знать не могут, то есть если случилась проблема, через три часа не может быть фактически найдено ее решение, да, то, что сейчас вот слушатель сказал, что в течение 10 лет уже проблема не решается, это, да, это уже, скажем так, проблема, и это системный кризис в отдельно взятой области, да, то есть если писались письма в исполнительной дирекции и говорилось на эфире вице-мэру, да, ну, значит, фактически или ситуация не дошла, или кто-то ее не проконтролировал из исполнения, ну, попробую, как бы я этот вопрос, по крайней мере выяснить, в чем загвоздка действительно страна в этой конкретной ситуации. Что касается упомянутого вами, что да, здесь есть формальная доступность и до высших руководящих лиц и города, и государства, ну, с этого, наверное, и начинается вот те решения проблем, то есть когда человек хотя бы слышит эти проблемы, да, он задумается, что если он их не решит, то такой же доступный следующий политик решит их на его месте, да, то есть это мнение таким образом должно решаться, наверное, и какая-то ротация в органах власти, в органах управления, к сожалению, у нас пока она не ротируется по сделанному, не сделанному, особенно это касается государственных, органов государственного управления, да, а по каким-то, да, больше политическим ситуациям, политическим вопросам. И здесь, ну, наверное, да, мы должны просто прийти к тому, что у, я не знаю, там, у уборки улиц, там, у асфальта, у него нет национальностей, да, то есть это общее дело, это общая задача привести город в порядок. Как проходило, если о внутренней кухне поговорить? Мы все вот видели, читали про какие-то там скандалы, несогласования и прочее, а при этом там вы проводили время в комитетах вместе работали, на заседании все-таки как-то, не знаю, там, здоровались и прочее. Как это, то есть публично, там, не знаю, вплоть до обзывания оскорблений каких-то, а в коридорах? Ну, опять-таки, повторюсь, что у укладки асфальта, да, у него нет ни партийной принадлежности, да, ни национальности. То есть в этом плане на уровне города работать несколько легче, да, то есть в парламенте там уже идут принципиально жаркие баталии. И, опять-таки, в парламенте, насколько я знаю, да, то есть люди, сходя с трибуны, они вполне себе нормально общаются. Да, здесь я всегда здоровался и здороваюсь с коллегами, даже с теми, кто, ну, о человеческих качествах которых я, ну, скажем так, не очень высокого мнения, да, но это, скажем так, вопрос уже какой-то этики, раз. И второе, да, ну, тебе нравится человек, политик, не нравится, но ты с ним работая, не, скажем так, ты не делаешь что-то для себя, ты не удовлетворяешь какое-то свое эго. Твоя задача – работать здесь для города, да, то есть если для этого ты должен здороваться с политиками, политическое мнение, политическое видение которых или мнение не совпадает с твоим, да, ты должен это делать. Если про Роспуск говорить, предполагается, что еще пару дней этой Думе работать, потом все депутаты, ну, официально будут безработными. Вас уже проинструктировали, как, что, куда за компенсация идти, что вы будете делать время вот это до выборов? Насколько я понимаю, компенсации никакой нет, то есть эта ситуация примерно приравняется к тому, что ты просто не прошел по выборам, да, и все. Ну, дальше у каждого свои планы, естественно, как бы и у подавляющей массы, наверное, депутатов нынешнего созыва есть планы участвовать в неочередных выборах, ну, а дальше каждый занимается параллельно, то есть депутатская работа в Думе, в отличие от депутатской работы в парламенте, например, она не является, даже по закону не является основной работой депутата, то есть он основной работой, то есть депутат может работать где-то в другом месте, да, соответственно, каждый уже будет, применять свои силы и способности там, где он чувствует свою пользу, возможность принести пользу, какие-то возможности реализовать свои профессиональные навыки и так далее. Ну, это, кстати, тоже такой интересный момент про совмещение. Кому-то удается достаточно легко совмещать работу депутата и работу, просто работу, да, какую-то параллельно. Как у вас это было, всегда удавалось или иногда приходилось что-то от чего-то ущипнуть для того, чтобы, не знаю, прийти на заседание или, например, там для какой-то другой деятельности уделить время? Ну, в принципе, у меня, как правило, очень большая загрузка была именно в Думе, то есть это были и работа в комитетах, и работа вице-мэра, плюс комиссии, которую я веду, то есть была довольно большая постоянная загрузка именно в Думе, да, то есть, ну, коллеги, депутаты, да, то есть они находили возможность как-то совмещать. Надевайте наушники, примем еще пару звонков. Доброе утро. Доброе утро. Я хочу сказать насчет сигарет на центральном рынке. С такой помпой Буров это все там начал, сносил, сейчас там так страшно, и я на днях поднялась из туннеля, и там это страшное место огражденное, стоит экскаватка, какие-то развалины, и стоят три человека возле ограждения, и предлагают сигареты. Ну, как вам нравится борьба с сигаретами? Спасибо. Да, это вот то, что я, наверное, не успел сказать. Вот в ответе на первый вопрос. Очень большая часть, ну, я не назову это показушного, да, но такой пиаровских ходов, то есть очень громко, красиво лично мэр города приехал на разрушение этих киосков, да, во-первых, да, действительно, проблема не только отслушанную, даже, по-моему, и в социальных сетях, и в медиа писали, что проблема с сигаретами таким образом не решилась, то есть она немножко сдвинулась, да, территориально немножко сдвинулась, а, как говорят слушательницы, даже и не сдвинулась, да, то есть предлагают там же эти сигареты. Но зато, да, пиаровский ход сделан, скрыта проблема, все записали себе, что да, они приняли участие в ее решении каким-то образом, и все, больше они с тех пор ничего не слышно, да, проблема, она нам просто, может быть, чуть-чуть притопилась, она не ушла никуда, да, то есть это, может быть, та плохая особенность нашего государства, что мы уже больше приходим к каким-то пиаровским ходам, да, пиаровским, чтобы показать, что да, мы что-то делаем, нежели конкретно делаем что-то, да, то есть улучшаем инфраструктуру, я не знаю, там, те же самые детские площадки, хотя бы, да, то есть говорят, какая мелочь может быть, да, но это маленькая крупинка, которая позволит, может быть, кому-то остаться, не задумываться о том, что, может быть, пора из Латвии уезжать, да, потому что не секрет, что, в принципе, Латвия, Рига может быть в меньшей степени, да, но Латвия теряет население постоянно. И миграция, она идет, в первую очередь, в Ригу, да, но, тем не менее, она есть, да, и, в общем-то, динамика населения Латвии, она и изначально, после восстановления независимости была отрицательной, да, то есть у нас умирало больше людей, но особенно проблема с отъездом трудоспособного населения, да, она, это проблема долгоиграющая, то есть не просто уехали люди, да, они уехали, и все, это налоги, которые уплачены в будущем, это пенсии, которые должны получать люди того же самого возраста, которые стареют и будут выходить на пенсию спустя несколько лет, это проблема, которая аукнется через несколько лет, и, к сожалению, здесь можно... Она уже аукается, да, и никто не говорит о том, что будет лучше, да, и, к сожалению, здесь уже со стороны государства мы видим подход такой, что нет предложения о решении проблемы, да, есть констатация факта, нам не хватает, да, то есть вот опять-таки, если мы говорим о каких-то налоговых реформах, да, то все налоговые реформы идут по принципу, нам не хватает, давайте мы еще отрежем у этого населения, которое очень непатриотично почему-то не хочет расставаться с последними штанами, да, и еще более непатриотично в этих последних штанах пытается убежать за границу, да, то есть вот у нас попытки поймать и отнять, не дать вектор развития, да, то есть если мы говорим о национальном плане развития, о котором сейчас уже никто не вспоминает, да, первом национальном плане развития, да, но там опять-таки и тогда и сейчас шла речь в основном, типа, а хорошо было бы, чтобы у нас завелась Нокия, да, а что нужно сделать для того, чтобы завелась Нокия, никто ничего не сказал, да, и вот так вот мы существуем, то есть у нас вот хаотично не подход экономистов со стороны государства, а подход бухгалтеров, то есть я ничего плохого не хочу сказать у бухгалтеров, про бухгалтеров у них очень нужная работа, да, но они не планировщики развития, они, скажем так, констатируют факт, что у нас есть только-то, нам не хватает такого-то количества, да, денег. Вот подход правительства примерно такой же, нам не хватает, нужно забрать. Как забрать, где забрать, никто не понимает, что, я не знаю, курицу, которая несет яйца, можно на суп отправить только один раз. Да, ее нельзя потом достать из супа и заставить еще раз яйца нести. Был у нас звонок, а вот еще раз надеваются наушники. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Господин Баранник, вы правильно говорите, что кризис системный, и вот этими косметическими мерами его не решить. Ну, например, в чем системный кризис? Вот все депутаты, про которых вы говорите, здороваются там между собой, кофе пьют, они и будут продолжать пить это кофе, их изберут обязательно, но процентов 80, это точно. Вот лично мне хотелось бы, чтобы на законодательном уровне был принят закон, чтобы ни один депутат, которых сейчас вот в отставку отправят, да, он в систему ни законодательной, ни исполнительной власти больше никогда не попал. Вот тогда, может быть, ну и, конечно, принят закон, как сказать, об ответственности депутатов за свою работу, не политической, а административной и уголовной. Вот тогда, может быть, с места хоть что-то сдвинется, а иначе никогда ничего не сдвинется. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Ну, есть и такая радикальная точка зрения. Если мы применяем ситуацию, описанную к Рижской думе, да, вот, например, было бы странно, скажем так, из-за того, что есть инициатива мэра города, да, поддержанная депутатами оппозиции, да, запрещать, условно, всем остальным работать. Но в какой-то мере хотелось бы со слушателем согласиться, и решение здесь, оно, возможно, оно вряд ли будет принято, да, потому что это латвийская политическая традиция, но решение не, выборы не по партийным спискам, а личным. Да, здесь тогда очень просто. То есть ты не идешь по партийному списку, у тебя нет там одного-двух локомотивов, и ты за ними просто идешь прицепом. А выборы личные, когда ты лично, лично как физическое лицо, как депутат, идешь к народу и что-то обещаешь, да, и тогда с тебя уже не как с председателя партии спрашивают, да, вот ты лично пообещал на этом избирательном участке людям сделать то-то, то-то. И тогда гораздо проще спрашивать, а что ты сделал из обещанного вот здесь, вот на том самом избирательном участке. Спрашивать, да, а как все равно же, будут какие-то группы интересов сформируют. Ну, естественно, каждый кандидат, он будет представлять какую-то партию, да, но тогда уже людям на этом избирательном участке, это их, с другой стороны, большая ответственность, да, не просто там, а, мне нравится там лидер этого списка, да, поэтому кто там остальные, я даже не знаю, я просто возьму этот список и все. Здесь, да, ты выслушиваешь, ты оцениваешь, ты конкретные предложения по своему участку избирательному, да, оцениваешь в разрезе вот этих вот там 4, 5, 7, там 12 людей, которые являются кандидатами. И тогда, да, тогда ты, да, этот мне нравится, потому что у него не только видение, но и то, как он это видение свое пытается реализовать, да, вторые, третьи, пятые, они, может быть, просто популисты. Кто-то вообще не обещает ничего из того, что мне интересно. Это может быть решением, но, опять-таки, у нас выборная процедура, она закреплена, и менять ее, ну, вряд ли, исходя из того, что люди желают, да, но таким образом вряд ли это быстро делается. Рижская дума на 5 лет, это, мне кажется, тоже на избирателей такую ответственность, больше накладывает, что, на мой взгляд, наверное, правильно, потому что нельзя приходить, не зная ни одного, не просмотря ни одного там предвыборного списка или там обещаний, дебатов и прочего, и там где-то поставить крестик или вычеркнуть, или проголосовать за, мы будем выбирать Рижскую думу на 5 лет. Это уже решено, был инициирован референдум, который, ну, мне кажется, было очевидно, что там не соберет 156 тысяч, как получилось в результате. Что вы на этот счет думаете? 5 лет надо, не надо? Что, во что это может вылиться? Ну, сейчас уже нет смысла думать, надо или не надо. Этот закон, этот принят, его нужно выполнять. Изначально, да, то есть было видно, что эта идея, она искусственно подогнана под ситуацию в Рижской думе. То есть не было решения, скажем, на уровне государства. Это решение специально подогнано под Рижскую думу, специально таким образом принято. Даже вот процедура закона о распуске думы, который мог бы быть принят еще в декабре, как говорили, да, она специально подогнана под это. То есть подождали, пока этот закон вступит в силу, чтобы, не дай бог, не принять закон о распуске думы раньше, тогда пришлось бы делать выборы до 2021 года. Да, и здесь можно говорить там что угодно, желание сэкономить деньги избирателей и так далее, но на самом деле просто очень просто. инициаторы выборов не хотели избираться на год с лишним. Да, то есть им было интересно не тратить деньги из партийных касс на выборы на год с лишним, да, то есть потратить деньги сейчас, потом потратить деньги в 2021 году на предвыборную кампанию, ну, невыгодно, да, лучше сразу сделать один раз. И под это, понимаете, вот это опять-таки проблема в том числе системная в нашем государстве, что мы под сиюминутные желания, да, под сиюминутные какие-то выгоды, мы начинаем регулировать законодательство. Да, это путь в никуда. Но пять лет это достаточно много, не факт, что ничего не изменится. Можете речь о пяти, о шести годах, да, то есть закон допускает что до шести лет даже может быть этот процесс, да, то есть если будет меньше двух лет до очередных выборов, то можно там не на пять, а на шесть лет тогда будет выбрать. Но опять-таки повторяю, что эта конкретная ситуация, да, она не была продиктована ничем, кроме как желания распустить Рижскую Думу. И под это уже начали делать настройку из законов. И так происходит у нас в государстве постоянно, то есть кому-то что-то нужно, да, делается настройка из законов. То есть та же самая ситуация, кричащая с компонентом обязательной закупки электричества, да, то есть опять-таки под бизнес-идею сделали законодательную настройку, и сейчас оказывается, что никто не виноват, то есть все хорошо. У нас не так много времени остается. Я коротко зачитаю, нам приходят сообщения в WhatsApp, когда начнут убирать дороги в Риге, проезжие части и тротуары на мостах и на тротуарах, в том числе и в окрестности национальной библиотеки, в гнилых листьях и с толстым словом песка. Может, возможно, выделить деньги, собранные с туристического налога, на регулярные уборки дорог хотя бы раз в квартал? Я свяжусь с департаментом сообщений, потому что только недавно они отрапортовали, что у них есть экономия с средств предусмотренных. Слава богу, в этом году зима была вот такая, которую мы, наверное, все предыдущие 10 лет хотели. Именно те, кто отвечает за улицы и дороги, да, возможно, те, кто их убирает и обслуживает, как раз не хотели такую зиму, потому что они больше зарабатывают на возе снега, на посыпание реагентами и так далее. Но в этом году, да, у нас не замерзали дороги, то есть не было такого цикла замерзания и оттаивания, когда их разрывает, просто образуется яма. В этом году, да, позволило сэкономить. Я думаю, что можно дополнительные деньги отправить именно на уборку. Доброе утро, депутаты депутатами, а работники департаментов и исполнительных дирекций, как их перевыбрать, засиделись? Вот такое мнение. У них трудовые договора, то есть это не выборные должности, у них трудовые договора, и здесь вопрос уже встает с точки зрения трудового законодательства. Если человек не выполняет свои должностные обязанности, то это вопрос трудового законодательства, каким образом он должен быть наказан. То есть чиновники остаются, надо понимать, что... Да, чиновники – это люди, которые работают. То есть депутаты, у них нет трудовых договоров, это выборные должности чиновники, остаются на работе, и с них, согласно их трудовому распорядку и их обязанностям, можно и спрашивать по полной. Все процессы будут происходить вплоть до перевыборов. На этот счет можно не переживать, что как-то ежедневные... Департаменты все остаются, то есть нет такой ситуации, что все снимаются и уходят, приходят три администратора и не знаю, чем заняться. То есть все департаменты остаются, все департаменты должны работать. И я думаю, что особенно в этой сложной ситуации их обязанность работать так, чтобы в рижане как можно меньше почувствовали отсутствие депутатов. Фракция независимых депутатов пришла к согласию с партией «Альтернатива». Почему именно она? Очень долго оценивали тот политический спектр, который есть в Латвии. И здесь сложилось то, что, во-первых, мы хотели дальше заявлять о себе, как о партии, которая готова к переменам. И, с другой стороны, «Альтернатива» – партия, которая понимала, что в связи со многими причинами есть проблемы в развитии внутри самой партии. То есть фактически дальше партия не развивалась. Сошлись два интереса. То есть наше желание развиваться и понимание со стороны партии, что им нужно что-то менять, что им нужны новые люди, им нужны свежие идеи. Ну, фактически, да, им нужен реставр. Ну, так сложилось. Это будет общий список или это будет... Ну, вы как бы по отдельно... Нет, мы являемся членами партии. Мы являемся членами партии. Поэтому, да, партия «Альтернатива» стартует с нами, как со своими членами. Последний звонок примем. Долго на нас дозванивается слушатель. Доброе утро. Доброе утро. Партия «Альтернатива» не очень удачно, чтобы не сказать неудачно, выступала на выборах в Сайна. В принципе, у меня есть большие сомнения, что она победит. Но если... Но пройдет. Но если вдруг пройдет, а не пройдете лично вы, то что будет с офисом 9 мая? Спасибо. Вот как раз под занавес вопрос актуальный. Никогда не увязывал напрямую свою партийную работу с организацией праздника 9 мая. И в этом году тоже самое, независимо от того, какие будут результаты выборов. Мы должны отметить 75-летие победы. И празднование 9 мая будет проходить, как обычно. Мы приложим к этому все усилия. Поэтому будет праздник. Понимаете, есть я или нет меня, праздник у нас все равно останется. Поэтому понимание этого, оно очень облегчает жизнь. То есть главное помочь сделать так, чтобы этот праздник был еще более краше, лучше. Ну, независимо от того, что будет, как пройдет все предвыборное. Конечно. Спасибо экс-вице-мэр Рижской думы, а также уже почти экс-депутат Рижской думы, а также глава общества 9 мая ЛВ. Вадим Бараник был у нас в студии.